Реальный рейтинг Зеленского Кандидата, мощно втоптав слугу народа Дмитрия Шевчика в грязь. Разрыв во втором туре мэрских выборов составил 20%. Градоначальником Кривого Рога стал Константин Павлов от оппозиционной платформы «За жизнь», набрав 60% голосов. При этом явка была намного выше, чем в других городах Украины – 35%. Для сравнения, в Одессе на избирательные участки пришли 25% горожан. Для Зеленского это была принципиальная задача победить в Кривом Роге, потому что он и его окружение, офис президента, понимали – проигрывать в родном городе нельзя. Это утопит всю зеленую команду. Зеленский накануне выборов так пиарил своего шефчика, что дико перестарался. Давайте пробежимся по ключевым событиям этой грандиозной пиар-компании. Самый громкий и нелепый ивент – это ужин Зеленского в отчим доме со своими родителями. Зеленский решил проехаться в Кривой Рог именно перед местными выборами, подкачать свой рейтинг и, как следствие, рейтинг своих слуг, в том числе кандидата на пост городского головы. Это был самый банальный промо-тур, во время которого президент представил новую трассу «Кривой Рог Николаев». Дорогу отремонтировали именно к выборам в рамках проекта «Большая стройка» на деньги из коронавирусного фонда. Как известно, львиная доля денег из этого фонда была потрачена не на борьбу с короной, а на ремонт автомобильных дорог по программе, инициированной президентом. Налицо нецелевое использование средств. И уже упомянутый визит Зеленского к папе с мамой. Как раз эта пиар-акция очень разозлила пользователей соцсетей и общественность. Нарочито показывать бедненькое, обшарпанное жилище своих родителей – это в первую очередь неуважительно по отношению к ним. Владимир Зеленский – богатый человек, и он не смог позаботиться о своих предках. Когда сын играл в КВН и возглавлял 95-й квартал, он никогда не показывал, как живут его родители. Но решил показать именно сейчас, потому что посчитал, что электорат клюнет на такую дешевую наживку. Фотографии должны были бы отослать избирателя к образу славного голобородька. Но электорат – не стадо баранов, как принято считать в высоких кабинетах. Очень часто человек чувствует фальшь, поэтому ход пиарщиков президента не сработал. А это просто вишенка на торте. Партия власти в разгар пандемии одной рукой грозится ужесточить карантин, а другой рукой зазывает на участки для голосования. И Апогей, руководитель ЗЕ команды в Кривом Роге, говорит – приходите на участки, не дайте украсть свой голос. Осталось несколько часов до закрытия избирательных участков. Не будьте равнодушны к судьбе родного города. Придите на избирательный участок, не дайте украсть свой голос. Сразу же возникает вопрос – а кто здесь власть? Получается, партия власти опасается, что голоса избирателей будут украдены. И они ничего не могут с этим поделать. Ведь этот человек мог назвать любую другую причину, по которой стоит прийти на выборы. Но он решил сделать акцент на воровстве голосов. А значит, либо власть вообще ничего не контролирует и не способна обеспечить честные выборы, либо он просто дебил, что более вероятней. Плюс перед самым голосованием Зеленский по традиции записал видеообращение, в котором агитировал за кандидата от «Слуги народа» и призывал своих земляков наконец-то избрать мэра, которого давно заслужил город. Эти кадры с официального фейсбука Офиса Президента. По закону власть не имеет права агитировать за того или иного кандидата. Этим же занимался Саакашвили, когда на прошлых выборах мэра Одессы баллотировался его мальчик Саша Боровик. Тогда губернатор Саакашвили разъезжал по одесским дворам и тупо рекламировал Сашу. И вспомните, чем после этого Боровик кончил. Он проиграл и даже отказался быть депутатом городского совета. Зеленский тоже ездил по городу в попытках подкачать рейтинг никому неизвестному шефчику и агитировал с экранов смартфонов за день до голосования. Просто не называл конкретной фамилии, чтобы обойти закон. Но все и так знали, кто же президентский мальчик. Ну и напоследок. Зеленскому не помогла даже поддержка Рената Ахметова. По согласованию с Офисом Президента, именно группа Ахметова взялась поддерживать кандидата от «Слуги народа». Как пишет сайт «Страна.юэй», «Кривой Рог» мог стать в одну линию с ключевыми для бизнес-империи Ахметова городами – Мариуполем и Запорожьем, где победили действующие мэры, которые как раз включены в структуры олигарха. Но даже Ахметов со своим мощным ресурсом не смог спасти тающий рейтинг Зеленского. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова